Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. В Евангелии от Матфея 16.24 приведены слова Христа. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись с себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Почти точно так же сказано у Марка 8.34, у Луки 9.23. При этом Лука добавляет слово «ежедневно». То есть это не один раз, а это каждый день. И еще такие категоричные формулировки. У Матфея «Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня». И у Луки 14.27 «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Вы знаете, пожалуй, это единственное такое категорическое требование Иисуса к своим ученикам. Вот все остальное как хотите. А вот крест должны взять. Лука добавляет ежедневно. Конечно, мы очень часто произносим эти слова, но я несу свой крест, это мой крест. Обычно имеется в виду что? Что-то очень неприятное в жизни. И «я несу свой крест» обычно понимается как, ну, я не жалуюсь, я терплю все это, я ничего не делаю, чтобы это изменить. Но что имелось в виду в оригинале? Давайте, во-первых, уточним, что такое крест. Вот я понимаю, что сегодня у нас крест – это символ христианства, что бывают кресты там нагрудные, бывают еще всякие разные, на куполах церквей, например. Но в Римской империи это была казнь, и мы картинку-то привыкли видеть, но, наверное, не всегда задумываемся о том, что происходит. Человек умирает медленно и мучительно. Его привязывают или прибивают с раскинутыми в сторону руками. У него под ногами небольшая приступочка, к ней тоже ноги обычно привязаны или прибиты. И он умирает, ну, прежде всего, от удушья, потому что его грудная клетка в вывернутом положении, он не может в этом положении совершать обычных дыхательных движений, ему надо приподниматься на ногах. Почему, кстати, когда им перебили голень, они должны были умереть, да, эти преступники, распятые с Иисусом, потому что на перебитых ногах не приподнимешься. И, поднимаясь на ногах, он, соответственно, этот человек испытывает большие мучения, особенно если он не привязан, но прибит, потому что вот эти вот гвозди, они трут раны, потому что он в крайне затрудненном, вывернутом положении, и, ну, все его тело ноет и болит, и это все совершенно ужасно. В какой-то момент он перестает приподниматься, и тогда умирает медленно от удушья, то есть он уже не может вдыхать достаточно, но это происходит не одномоментно, а он медленно задыхается, причем. Как бы сам может еще чуть-чуть воздуха заглотнуть, но ценой колоссальной боли ему это почти невозможно сделать. То есть это действительно казнь, которая, ну, мучительно до предела, да, и в Средиземноморье ничего страшнее не придумали, никакой другой пытки. Может, в Китае что-то было еще там, мастера пыток. Кроме того, это казнь исключительно позорная, да, потому что человек раздет, он абсолютно беспомощен, то есть вот замечательные строки Пастернака, слишком многим руки для объятий ты раскинешь по концам креста. Мы понимаем, может быть, вслед за Пастернаком это как объятие, но это же и полная беспомощность, то есть человек не может сделать ничего, и как раз слова проходивших мимо, сойди с креста и уверуем в себя, они издеваются именно над этим. И это казнь максимально публичная, то есть это не в какой-то там камере, да, в тюрьме, это происходит на открытой местности, это происходит там, где куча народу ходит, они могут издеваться, они могут там кидать камни или что-то еще. То есть ничего хуже представить себе невозможно. И казнили римляне так далеко не всех, казнили, ну, беглых рабов, например, казнили каких-то особо отвратительных преступников, то есть если человек совершал ужасное преступление, но был в целом, ну, относительно приличным человеком, ему отрубали голову, например, да, но крест это для вещей каких-то совершенно ужасных и для отбросов общества. Так, чтобы, в общем, все, кто проходили мимо, содрогнулись от ужаса и отвращения, и вот это та самая казнь. А что же значит нести свой крест? Ну, дело в том, что крест, он состоит из двух перекладин, правильно? Плюс там дощечка для ног или дощечка с надписью вины, которая была в данном случае. И одна перекладина врыта в землю, она стационарная, она очень большая, тяжелая, а вторая перекладина к ней привязывают или прибивают осужденного, вместе с ней его и снимают, и, соответственно, это уже каждая свою несет перекладину к месту каждой. Это была часть этого ритуала, да, то есть человек не просто приходил туда, она все готова, ему давали эту поперечную перекладину, довольно тяжелая тоже бревнышко, и мы знаем, что Иисус после бичевания был не в состоянии это нести. И пришлось заставить некоего Симона Керененина, ну, случайного прохожего, с точки зрения, конечно, римлян случайного прохожего, за него это сделать. И человек, который несет свой крест, он подвергается еще колоссальному унижению. Это, во-первых, физически тяжело, особенно для истощенного, избитого, а во-вторых, это колоссальное унижение, потому что ты сам несешь орудие своей казни. Вот пока еще ты не висишь, но ты уже привязан к этому, или даже не привязан веревками, а просто обхватил его руками, но ты уже одно целое с этой перекладиной, ты уже на кресте, даже пока ты просто идешь ногами. Ну и что это означало? Возьми крест свой и следуй за мной. Признай себя преступником. Признай себя человеком, достойным смерти. Признай, что ты будешь убит, и ты будешь убит не просто, как убивают многих, да, а ты погибнешь самой мучительной, самой позорной смертью, которую только можно себе представить. И погибнешь потому, что ты следуешь за мной, говорит Христос. Вот это очень далеко от того, что мы в обыденной речи подразумеваем поднести свой крест. Ну, допустим, у меня там, я не знаю, начальник плохой, жена сварливая, дети непослушные, это мой крест, я не жалуюсь, я вот молча это переношу. А тут бери эту перекладину, тащи ее к месту казни. Довольно страшно. Но смотрите, мне кажется, что здесь есть еще и другой смысл, который раскрывается после воскресения. Иисус идет на крест сам, он оказывается на кресте прежде всех своих учеников. Да, мы знаем из последующего предания, что и многие из них оказались на этом самом кресте или другим образом погибли, но здесь есть и некоторые обещания. Если ты оказываешься на этом кресте, то Христос уже там с тобой, то ты рядом с Ним, ты не в пустоте, ты не в отчаянии, ты не в позоре, ты в его славе, которая тогда состоялась. И может быть, одна из самых поразительных новостей, которые христианство принесло в этот мир, что самое мучительное, самое позорное, самое беспомощное, оно стало символом самого славного, самого великого, самого спасительного для человека, когда ты берешь свой крест. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok